привет привет а миска моя подключилась вот я вновь опять вышла в прямой эфир знаю что вам нравится когда я выхожу в прямой эфир и пока у меня ручки свободные кстати сделаю видите френч к себе теперь буду вместо красных страничком вот и делаем педикюр обожаю когда на ногах у меня тоже френч просто не каждые мастера умеют делать френч на ножках потому что такая кропотливая работа делать френч но это очень красиво смотрится когда весна лето ты босоножечка эстетичные очень красиво не знаю очень вот а у алёны меркулова это умеет делать так привет 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 всем а вы какой любите маникюр расскажите девчонки любите больше френч красный не знаю просто бежевый какой-нибудь такой цвет на ножках не видите сейчас подготавливаем уже почистили сделали сейчас будем подготавливать их к тому чтобы делать френч вот так пишите ваши вопросики и я вам отвечу нормально ловит не глючит прямой эфир вы меня слышите все хорошо не зависает а то сотовая эта связь что-то как-то знаете последнее время барахлит не знаю почему сегодня пришлось опять звонить в билайн и опять спрашивать что сотовой связи не могла вообще на улице когда находилась не подключенная была к вай-фаю не могла вообще даже звонки чтобы понимали сделать всем привет привет вот это детям смотрели подробно ну да если этого там а там или сделала да еще не они же туда подготовили же мы их только что смотрите как они будут выравнивать мой ноготь покажу вам ведь у меня кривой здесь есть ноготь один и мне сейчас полигелем будут выравнивать его и делать его более такой ровнее чтобы он красиво смотрелся поэтому девочки если вдруг у вас есть на ногах кривые ногти то их можно легко исправить полигелем я на здесь никто не кушал показываю ноги просто реально ну блин как бы я знаю что многие девчонки всегда страдают это минус наверное узкой обуви когда мизинцы да и безымянный палец начинает ноготь деформироваться за счет того что когда-то носил узкую обувь вот и как бы мастера которые умеют делать то они форму выравнивают я люблю мягкий квадрат а из-за того что меня как бы я носила все время узкую обувь и деформация произошла ногтя и уже это никак не убрать то эстетически это мастера делают полигелем выравнивают непосредственно и он тогда становится красивеньким поэтому попозже покажу вам результат как это будет смотреться будет такой крас красивенько будет квадратный квадратный мизинчик в общем так пишите свои вопросы я вам отвечу вот кстати девочки знаете что хотела сказать у алены меркуловой в салоне он находится на невском 49 если вы первый раз посещаете записываетесь то можно получить 300 рублей скидку на первое посещение и кстати тут ценовая политика она не поднималась так у меня тоже такая же история с ногтем и мастер тоже равняет ну да это это все из-за того что как бы мы ходим в узкой обуви я в свое время когда-то ходила к подологу и вот мне объяснили почему идет деформация именно мизинцев и безымянных это из-за того что мы носим с вами узкую обувь поэтому надо стараться носить не узкую обувь а все-таки чтобы эта обувь была нормально по твоей как бы ширине как бы пальчиков и все остальное ноги меня там нету и я там не нахожусь и я говорю всегда только если я лично что-то вижу вы можете на своей странице кричать говорить все что хотите вот поэтому провокационные какие-то вопросы мне может сюда не присылать потому что я буду банить и ответа вы все равно на это не получите всем привет привет так девочки ну вот мы как бы тут обсуждаем ногти и вот девчонка одна не постеснялся написала по поводу того что нет уже она страдает деформации я тоже вот показывала какая у меня была информация ногтя и мне вот ее выравнивают зимой я конечно не заморачиваюсь потому что потому что у нас обувь закрыта и этого не видно конечно летом и когда уже весна и когда ты понимаешь что скоро будут ножки открыты этого надо их подготавливать ну чтоб это красиво смотрелось вот просто да вот смотрите теперь какая будет красота я вам показываю видите какой теперь мизинчик у меня теперь его выровняли он теперь есть мизинчик подошли до этого был не мизинчик а был такой такой кусочек ногтя деформированного вот поэтому не все и так идеально бывает но слава богу хорошо когда есть мастера которые умеют выравнивать до да давай вот этот теперь будет идеальный просто май мой мизинчик не деформированы красивенький он такой как розовый дайте туда выбрали на розовый а что еще у нас есть все таки подожди мы выбираем цвет я просто такая любительница видите как бы таких цветов чтобы такой с розовиночкой вот так люблю он бишь все равно как не сильно розовый подберем ну что ты так может так девочки помогаете пожалуйста вот мы а тут не не показывает не передает ну короче вот этот более розовее а это более такой светлей на и на розовеньке до выбирать надо да где-то по розовее наверно брать надо цвет вот и ночью кубе это да не давать вот по розовее которыми скорее всего будем выбирать который как розовенький так так ну все убрали мы тут лишнего человека не люблю когда начинают всякую грязь писать не какой-то негатив всем привет привет вам нормально видно мою это какого прямой эфир потому что такой ощущение куда подвисает все молчат и ничего не пишут сегодня не разговорчивый в последний день когда хотели закрыть инстаграм мы были слишком разговорчивы все говорили чтобы чаще я выходила в прямой эфир так вы надумали в москву хочется с вами встретиться но в москву мы прилетаем всегда с ребенком это в зимний период на каникулах и точно так же мы приезжаем когда у нас идет летний период поэтому скоро мы в мае в конце мая уже приедем обратно в москву вот ребенок будет у бабушки с папой поэтому мы бываем в москве а куда я надумала переехать у меня пока в мыслях есть такое да я для себя понимаю том что я не хочу оставаться проживать в калининграде вот калининградской области все конечно классно здесь хорошо но ресурса идти дальше для развития здесь очень мало здесь такой знаете наверно город когда ты уже всего достиг добился и вот сидеть отдыхать вот на попе ровно наверное это вот как раз в таком периоде можно сюда приезжать а когда у тебя еще куча много амбиций и хочется чего-то добиться и достигать чего то конечно это не сюда так как ваш бизнес по покраске в москве все закрыли мы пока ничего не закрывали мы просто приезжали мы салон там не открывали мы просто на выезд приезжали с моими колористами я привозила пока на данный момент связи с обстоятельствами которые у нас происходят в стране мы пока приостановили потому что это надо быть дебилом реально чтобы сейчас открывать что-то и делать потому что не знаешь что вообще будет завтра поэтому пока мы смотрим по ситуации будем ориентироваться и дальше действуете так привет оксан привет какие у вас еще есть вопросы пишите я дам ответ тоже я не ненадолго к вам вышла в прямой эфир вот скоро побегу на бровке сейчас мне доделают педикюр чик мой так вы чуть сегодня разговорчивая у меня наверное все работаете на работе время время до рабочие а может кто-то уже едет домой мне вот интересно кто на работе или вы не на работе или может быть едете с работы я тут к деловая воздражнена что я сижу отдыхаем отдыхаем кстати кто соблюдает вместе со мной моё правильное питание кто сидит кто готовится к лету кто решил лишние килограммы сбросить на летний период покажу вам еще аленкину студию ведь здесь у нее вот мы здесь на у нее мастер по парикмахер получается здесь мастера по маникюру здесь них такое красивое красивое кресло вот видите где на подиуме ты сидишь как раз делаешь вот дальше там школа где обучают маникюру педикюру кстати если вдруг кто-то ищет то можете вот как раз обратиться приехать так смотрю вас из абхазии смотрю и любую с родными местами так как скучаю хотя и живу в прекрасном месте сейчас ой ну я много слышала хороших отзывов об абхазии тоже у вас красивая там природа очень поэтому не скучайте я всегда говорю все что не делается все к лучшему значит так должно быть как бы да в калининграде тоже есть красивые места красивая природа море то что рядом но но увы я хочу видимо чего-то другого как бы живя здесь вот уже пошел пятый год я понимаю что все таки наверное это не мой город и я уже прочитала ваш комментарий когда спрашивал да внутри себя иногда вот внутренний голос наша интуиция женская наверно нам всегда говорит о том что находимся ли мы на в том месте или не в том месте да но вот у меня последние как бы вот последнее время вот какие-то такие возникают чувства что я понимаю что для меня здесь как будто тесно и что я нахожусь как будто не в том городе там где мне нужно до находиться поэтому конечно у меня в планах если все получится то я хочу в какой-нибудь более большой наверно город переезжать вот посмотрим или может это в москву я вернусь а может быть абсолютно поеду в новый город для себя это мне нравится очень я в том году очень часто выезжала питер понравился ну вот поэтому буду рассматривать еще и как бы может быть и питер так сколько вы уже живете в калининграде уже пошел пятый год как я живу в калининграде в сентябре будет как раз ровно пять лет как я буду жить проживать именно здесь в калининграде что норма нормальный срок уже принципе тут прожила уже своя как говорится в доску для калининграда буду вам показывать свои стройные худые ножки вас не мотивировать что надо заниматься спортом вот видите у меня прогрессе если не кстати встала на весы у меня уже 54 500 так что еще четыре с половиной килограмма и я буду на свои любимые циферки 50 прям вот хочу 50 килограмм как я была вот даже после рождения ребенка я добивалась этого веса и сейчас я тоже достигаю этой цели так его смотрела на доме 2 спасибо большое почему вы уехали из москвы но потому что потому что так бывает видимо в тот период я наверно когда разошлась с бывшим супругом мне хотелось наверно куда-то уехать и поменять все абсолютно и как бы проживали у меня здесь родители и поэтому я все бросила и переехала сюда вот как бы хотелось побыть здесь там привет вам из казахстана казахстан привет сердечки-сердечки спасибо большое люблю когда вы лайкаете лайкайте прям вот круто так вы задавайте еще раз ваши ваши интересные вопросы буду вам на них отвечать пока пока есть возможность потому что сейчас я уйду делать бровки свои надо их подщипать подкрасить и соответственно я не смогу уже с вами разговаривать может и смогу не знаю в общем поэтому пока я с вами в эфире пишите вопросы мне ведь уже сделали красиво да красивый френч обожаю френч вообще прям не знаю у меня одно время было когда я на протяжении года приходила и только делала френч и мне уже мастер просто говорит оксана может что-нибудь другое я говорю нет я говорю только френч вот какой-то бздык был наверно а потом когда я пришла и говорю ну ладно уже все спустя год я пришла и говорю ну давай красный потом мне уже был френч и красный вот в этом году у меня вот летом был такой бздык что же все удивились как это я зеленый вот прям зеленые ногти они на ногах на руках вы наверное кто на меня подписан очень давно наблюдали и видели этот период когда я прям на зелененький было прям помешанная так вы снимаете сейчас квартиру да я снимаю сейчас квартиру крутой маникюр да и это все у алены меркуловой на невского 49 поэтому девчонки приходите здесь действительно очень хорошие мастера я уже давно с аленой меркуловой уже больше года я клиент ее салона и мастера действительно очень хорошие она всегда ну и плюс она еще и обучение и педикюру вот видите мне уже засветился телефон о том что мне сейчас зарядка сядет поэтому я недолго с вами буду как на личном если не секрет да как всегда работа саморазвитие что еще ребенок уроки как бы вот так у меня на личном фронте происходит у меня наверно мамочки поймут конечно наверно тоже есть кто разведен и воспитывает один деток что он на личную жизнь времени практически не остается вот ну и я как бы я не огорчать не огорчаюсь этому вообще никак абсолютно всем как я говорю всему свое время очень хорошо побыть одной очень хорошо побыть одной саморазвитием заниматься наполнить себя вот и одной быть тоже надо уметь быть поэтому не каждая женщина и я никогда не понимаю тех женщин которые из отношений в отношении быстро окунаются надо уметь быть одной это тоже хорошо вы не хотите зайти на youtube я вообще для меня это какая-то платформа и чтобы зайти на youtube это надо чтобы все-таки отдельно кто-то снимал монтировал я нет для меня вообще платформа instagram это самая идеальная платформа для меня вот ну и конечно же связи с тем что не знаешь будет не будет инстаграм на вот какие-то меры будут дальше приниматься хотя я не понимаю зачем их какие-то эти меры принимают и для чего не я понимаю ничего конечно все это делается вот ну останусь как это говорится свое мнение оставлю при себе я надеюсь все умные люди они понимают о чем я говорю вот ну и конечно сейчас развивая свою страничку вконтакте поэтому на тот случай что если вдруг мало ли что-то случится с инстаграмом то мы конечно же сможем с вами увидеться в контакте перейти ко мне в контакт чтобы не подписаться на моих фейков у меня в инстаграме в шапке профиля мой контакт указан непосредственно чтобы мы могли именно туда перейти потому что я захотела получить галочку вконтакте а там оказывается надо было заводить сообщество составлять в этом сообществе не больше трех месяцев короче загружать туда еще доказать о том что ты являешься там известным блогером что ты когда-то там принимал участие на каком-то известном проекте почему и зачем господи это это бредятина такая это не то что в инстаграме просто ты отправляешь да там и все и как бы и ничего больше не надо и не нужно там чтобы какое-то сообщество создавать в общем конечно все для меня новое но я это все конечно изучаю и потихонечку адаптируюсь но при этом конечно же я не покидаю инстаграм я остаюсь здесь до последнего буду наверное находиться это мое детище просто вот детище которые я взросла взрастала просто годами понимаете как бы конечно отказываться от этого не буду так мы кажется на ю тубе вы были были бы классно ну не знаю я как бы не знаю что такое я знаю что такое youtube но я не работала в ю тубе я не знаю как там управлять и что там нужно делать и как это все и конечно же на youtube все-таки люди идут к у которых есть какая-то мини команда и там чуть-чуть другое оборудование это нужно компьютер все таки это нужна камера понимаете как бы это все перекидывать выгружать а я с компьютерами извините как бы так вы ну не очень я люблю как бы вот во всем этом вникать это надо видимо брать человека который бы этим занимался я могу вот походить поснимать поговорить и ответить а все остальное губы видимо нужно человек находился и все это в youtube выгружал и занимался этими и клубом как бы ну и телефон всегда с тобой инстаграм всегда с тобой понимаете и тут ты вышел и общаешься в ю тубе в ю тубе нету наверно прямых эфиров вот и все конечно же дам по-другому так привет 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 всем ребятки я наверно буду заканчивать с вами прямой эфир потому что мне же телефон сядет вот я буду телефон ставить на зарядку я была рада с вами пообщаться вот все видите подключаетесь ко мне а я вот буду выходить оксаночка привет здравствуйте вот есть прямые эфиры там а ведь я смотрю вы грамотный вы разбираетесь в youtube это может так может мы это контент сделаю вы будете как раз там сидеть а я буду вам как бы скидывать и будем вместе зарабатывать на youtube так красотка такая пассива большое да и вот я френчика сделала все красивые готовлюсь короче к своему дню рождения вот чтобы быть красивой потом позже расскажу где я буду отмечать свой день рождения я каждый год люблю в какой-то тематике это делать 36-летие делал в тематике 60-х годов кто помнит да я выставляла показывала в этом году я потом увидите расскажу вам в каком стиле я буду делать свой день рождением да я написал вам ваши свое предложение хорошо я рассмотрю я надеюсь вы в директ написали я рассмотрю ваше предложение я девушка хорошо я посмотрю спасибо большое очень приятно ваше предложение ваше предложение вот ладно мои хорошие буду завершать потому что буду ставить телефон на зарядку а вот и мы с вами попозже может быть если что вдруг я выйду к вам вечером прямой эфир если захочу ну как всегда найдется кому что-то не понравится девушка ну я как бы вас не спрашивала нравится вам или не нравится мне нравится вот хотелось бы на ваши ноготочки посмотреть спасибо большое вам хорошего вечера всем вот если будет время то конечно же вечером вам обязательно зайду и пообщаюсь с вами все пока пока вам